Ну а вот как удары США в Сирии прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это химическое оружие применили местные боевики из реакционных организаций типа НУСР или ИГИЛ. Добиться свержения Асада и подорвать авторитет России, что Россия не одержала там победу. Вот уничтожают сегодня валерный аэропорт Холмсе, разрушены самолеты, погибли люди. То есть это прямая агрессия Соединенных Штатов Америки против Сирии. Никто американцев в Сирию не приглашал и турок не приглашали. Никого, кроме России. Это все агрессоры и Сирия вправе защищать себя и наносить ответные удары в качестве защиты. Мы вышли из меморандума о избежании столкновений наших самолетов на территории Сирии. Теперь нужно всю территорию Сирии закрыть нашими системами С-300, С-400. Это подвести часть Черноморского флота снова туда, из Северного флота. И помогать наносить удары по ИГИЛ и другим антиправительственным точкам, берегам. С любых из наших аэродромов, наши летчики, наши самолеты, плюс военно-морские силы. Я бы привел частично в повышенную боевую готовность ракетные войска стратегического назначения. На южном направлении, в округах, можно объявить частичную мобилизацию. И жестко поставить условия любыми вооруженными силами, которые действуют в незаконной территории Сирии. Что они будут получать жесткие ответные удары, если будут продолжать обесильные действия против официальных войск Сирии. Официальных войск Гамаска, Башара Асада. Чтобы они знали, что никто не позволит им безнаказанно уничтожать вооруженные силы Сирии. В данном случае авиация Сирии и личный состав. Несколько десятков разбитых самолетов. Офицеры погибли, служащие. То есть это вот продолжение агрессии. Американцы завидуют на какой-то отличный успех. А у них проигрыши идут с 1945 года. Они проиграли в Корее, проиграли во Вьетнаме, в Афганистане. Везде один проигрыш. Ну вот новый президент, может быть, его ввели, дезинформировали, ввели его в заблуждение. И он дал согласие на нанесение ударов по военному аэродрому в городе Холмс. Это его ошибка, ошибка США. Мы должны возвращать туда наши военно-космические силы, военно-морские силы. Это противостояние будет длиться еще долго. Особенно это Ближний Восток, газ, нефть. Стоп-могрессия разных народов, разных религий. Но это поле битвы между США и Россией.